здравствуйте смотрите канал игры из бруклина сегодня вам расскажу про коммунальные услуги про коммунальные счета за газ электричество воду интернет телевизор телефон самое такое основное который платится постоянно всегда и от этого никуда не уйти значит на электричество и газ счет разбивается на две части первая часть это ваше потребление вторая часть это доставка до квартиры здесь есть такая как сказать услуга как доставка потому что здесь очень много компаний которые вам могут продать электричество но доставка происходит по линиям одной большой компании которая этими линиями владеет и собственно выплате за эту доставку все счета приходят к вам домой на почту в конвертах все счета во всех счетах указывается подробной информации сколько вы платите за за что вы платите сколько вы заплатили в предыдущем месяце дам какие то есть у вас за должности после того как вам доставили счет в счете указывается дата до которой вы должны заплатить обычно это там вам дается где-то 20-25 суток после там какого-то числа который указан в счете да то есть вы можете не сразу оплачивать от какое-то время подождать на все какие-то трудности ну или как это вы там для себя что-то решаете следующий момент это то что все можно оплатить в электронном виде не выходя из дома через интернет через телефон через банк клиентов можно отправить чек но я не знаю можно ли оплатить наличными ни разу не платил поэтому сказать очень сложно обычно все планируют через интернет или через телефон через банк клиенты точно удобно бак finito все настраиваются настраивается счета и настраиваются реквизиты и по этим сразу все автоматом оплачивается теперь наверное о ценах начнем с электричества значит как я уже сказал счет бьется на 2 это доставка и это само потребления значит доставка электричества она у нас стоит 10 центов с половиной я так посмотрел с октября по августа цена не менялась там плюс-минус несколько сотых центов но ведь не существенно 10 половин центов за 1 киловатт стоит доставка значит само электричество с октября месяца подорожала вдвое то есть было 6 центов сейчас 12 центов но сам счет не вырос то есть никто не почувствовал роста итоговой стоимости счета как вот мы платили 50 60 долларов в месяц за электричество так мы и платим 50 60 долларов в месяц за их за их за электричество ну мы так подумали с чем это связано с тем что электричество мы расходуем меньше потому что лето и не надо там включать свет там еще что-то да и вот когда включается кондиционер там может какие-то дополнительные расходы там вы понесете да если это будет вот а так среднем мы особо не почувствовали из этого подъема 6 центов до 12 центов так с электричеством понятно теперь газовый бел по газу та же самая ситуация доставка и сам газ значит доставка стоит 53 цента но у них тут не кубический метр газа там да а какой-то терм никто не знает что это какая единица измерения но я вам буду говорить что один доставка одного терна стоит 53 цента стоимость одного терна стоит 35 центов так нет 35 это в начале а так 14 центов стоимость одного терна 14 центов расход у нас в среднем 4 терна 5 терна так не очень большой и счет у нас выходит не больше 20 долларов за газ это 20 это очень много но где-то мы сейчас платим на долларов 12 14 где-то так при этом мы пользуемся и духовкой готовим то есть как бы газом газом мы пользуемся дальше а вы можете вот если есть монополия да вот если брать российские мерки то в россии у нас мосэнерго это электричество и газ это мозгаз а здесь же также есть монополии это national grid и кони эдисон кони эдисон это электричество national grid и газ но здесь существует много разных компаний которые вам пытаются продать свое электричество и свой газ предлагая вам ну псевдо дешевые цены псевдо дешевые низкие там или еще какие-то цены суть в чем они высчитывают какую-то среднюю средний показатель цены и предлагают и и и и вам в тот момент когда какая-то из компаний повышает сезонно цены вы естественно смотрите счет и сравниваете цифры подписываете этот эти увидите бумаги но когда компании с не снижают цены да тут как бы идет дугообразно зимой на электричество цены снижаются летом они повышаются посмотрим сколько у нас будет в ноябре сколько мы заплатим с цены электричества если не снизится да то есть если я тоже буду думать приходит в какую-то компанию где мне предложить меньше стоимость за электричество здесь компании много их масса море которые это делают в чем суть потому что здесь вот я как в самом начале сказал не разделение на доставку и на само ну то есть на сам продукт то чем вы пользуетесь газом или электричеством доставка идет по каналам коноиде сына или нашим гриба а электричество может быть чьи учи угодно то есть это совершенно неважно счет вам приходит все равно от этих двух компаний а вот эти компании наши нагреты какой-нибудь они же сами разбираются с теми кто вам там их это продал и там как-то они деньги делят я это уже не знаю но вот здесь так можно сделать дальше вода за воду мы не платим вообще то есть воду мы можем расходовать как угодно сколько угодно на что угодно хотим за воду мы не платим вода у нас включена видимо стоимость аренд ну вот нам счет за счет завода не приходит завода мы не платим даже ничего сказать не могу сколько стоит вода дальше дальше идет сотовый телефон значит сотовый телефон безлимитные от мобайла стоит 55 долларов безлимитно в каком плане здесь в принципе все телефоны безлимитные есть какие-то телефоны насколько я слышал там у них и разговора там сколько-то минут еще там что-то то а есть без безлимитно где интернет безлимитный и можешь разговаривать сколько угодно но здесь какая какой плюс здесь ты можешь разговаривать с любым штатом то есть уехал другой штат у тебя нет роуминга ты не знаешь что такое роуминг ты можешь позвонить из нью-йорка сан-франциско или в чикаго или в майами или на аляску или еще куда-то и ты не заплатишь за роуминг то есть это все включено стоимости но я считаю здорово стоит 55 долларов за один номер от мобайла там бесплатный интернет еще здесь есть верайзен есть оттенки есть спирит по моему какой-то спринт спринт еще какие-то уже в мелкие местные так дальше у нас идет интернет значит интернет у нас стоит 54 доллара в месяц туда входит набор стандартных каналов по телевизору и интернет 50 на 15 то есть 50 мегабит это скачение 15 это отдача до этого мы платили 85 но там было больше каналов и как бы мы через это время посчитали что те каналы которые там есть они на в принципе не но не нужны мы и мать них отказались так как они нам не нужны зачем нам платить за то что нам не нужно вот это в принципе такие основные расходы электричество газ интернет завода мы не платим как я сказал аренда что вот входит в арендную плату да ну вот насколько я понял если что-то происходит наверное это везде так как не только здесь в квартире то за это не ответственность несет владелец там кран провало там я не знаю что там вода вытекла там труба засорился у нас тут и я видео снимал что мы пришли домой вовремя мы пришли домой у нас была полная раковина воды мы вычерпали оказывались а как оказалось внизу стоят засорился с водой и вот все кто сливали воду они сливали вот вода наполняется и дошла до нас и выливалась через раковину но мы это все быстро вычерпали а у нас соседи за стенкой у них все оказалось хуже они залили соседи снизу соседка пришла начали к нам постучал она говорит у нас заливает и я говорю ну зайдите посмотреть на сухо и чисто вот мы сами воду быть вычерпывал вот и как раз из квартиры вышел супер супер это здесь называется человек на все руки которые следить за за домом как раз вышел оттуда и сказал что да это вот у них там что-то там они сами же будут решать там как это что вы возмещать в общем здесь квартира датель не несет ответственность за то что происходит и понятное дело что если вы там специально открыли кран там закрыли пробку и ушли вы и затопили соседи да понятно что вы за это будет отвечать если это произошел несчастный случай там трубу провал увидеть и сорвало там или еще что-то да то есть на ответственности вы не вы не несете и за ремонт и за какой-то там потеря имущества вы то есть вам вернуть деньги потому что здесь все страхуется здесь все застраховано и это в принципе так хорошо страховой компании никогда не не подарю как говорится дай бог вам здоровья вот но вот в принципе все что хотел сказать по ценам я вам рассказал тут у меня тут под подсказочки я набрал подсказочек по ценам я вам рассказал сколько что стоит в россии сну смотрите сами напишите в комментариях сравним где дороже где где дешевле опять же надо понимать что прожиточный минимум здесь в районе 1200 долларов по-моему вот сейчас точно не помню сколько это точно точно 1200 может 1400 долларов на человека прожиточный минимум то есть это тот минимум который человек там может что-то как-то существовать да значит еще мы тут выяснили что если вдруг у вас что-то происходит и вы не в состоянии платить за аренду квартиры то вы идете в специальную службу предоставляете все документы которые можете что вы не в состоянии платить за квартиру у вас нет денег там или еще что то то это специальная организация какое-то время платит за квартиру за вас за квартиру за коммунальные услуги пока вы не подниметесь на ноги не найдете работу там и так далее но вот это мы вычитали в интернете на официальных сайтах не знаю как это работает на самом деле не ничего сказать поэтому не могу ни с кем не общался на эту тему и собственно как бы вот достоверности информации то есть я вам сказал то что прочитал сам на сайте с помощью переводчика и то есть вас это донес так ну собственно все пишите комментарии задавайте ваши вопросы ставьте лайки подписывайтесь на канал бла 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 всего вам хорошего удачи берегите ваше здоровье до новых встреч до новых встреч